Каково расстояние, каково расстояние, на котором ты должен запрещать ему проходить? То есть если он проходит за 50 метров от тебя, ты же не будешь идти к нему запрещать, чтобы он прошел перед тобой. Так вот, какое расстояние, на котором ты должен запрещать человеку проходить перед тобой? Сказал Ибнураджа в книге Фасфальбари В этом вопросе есть два мнения у ханболитов. То, что здесь можно запрещать на расстоянии трех локтей. Потому что пришло в хадисах то, что Пророк С.А. ставил от себя сутру на расстояние с три локти. Потому что именно три локти это то самое далекое расстояние, на которое ставил сутру Пророк С.А.А.С.А.С.А.С.А.С.А.С.А.С.А.С.А.М. А сам это второе мнение, то что это расстояние Если бы человек пошел, чтобы запретить проходить перед собой, из-за этого намаз не стал бы недействительным. Понятно или нет? То есть смотри, если человек хочет пройти передо мной на расстоянии 20 метров, и я пойду, сделаю 20 метров, то есть столько шагов, чтобы пройти 20 метров, чтобы остановить этого человека, мой намаз баттель станет или нет? Мой намаз станет недействительным, потому что это множество движений не из намаза, так или нет? То есть шаги, в намазе человек шаги должен делать или нет? То есть это не из намаза, так или нет, делать шаги. А если я сделал сразу 20 шагов или 20 метров, то есть может быть 40 шагов, Если у меня шаг полметра будет так, то получится что? Что мой намаз недействительный. Так вот, второе мнение, в чем заключается? Что расстояние, на котором я могу запретить проходить передо мной, это такое расстояние, что если я сделаю такое количество шагов, мой намаз останется действительным. То есть 4-5 шагов, еще мой намаз остается действительным, допустим. То именно Абдул-Баргат разрешается, поэтому сделать, допустим, столько-то шагов, сколько если я их сделаю, мой намаз действительный. Ясно или нет второе мнение? А? Ибн Раджев, да. А я кладу? Ибн Раджев, да. Говорит, уважается, хадис Марфо, мин хадис ибн Аббас. И это второе мнение пришло... А, так, еще есть третье мнение, так? Третье мнение, которое пришло от пророка, саламу ассаляму, как это передал ибн Аббас. Садзируй би кадр, хадфа тебе хаджер. То, что ты можешь останавливать того, кто хочет пройти перед тобой на расстоянии кидания камня. То есть, если ты сейчас возьмешь средний камень и со всей силы кинешь его, на сколько метров ты его можешь кинуть? Допустим, метров на сколько? Ну, на 70, так. Можешь на 70 кинуть? На 30? Ну, пусть на 30, на 40 метров, допустим. Так ты кинешь. То есть, третье мнение, что ты можешь идти столько, сколько, до куда долетит твой камень, если ты его кинешь, и должен запрещать всем на этом расстоянии проходить перед тобой. Говорит, это приходит хадис от пророка, саламу ассаляму ахражу абудау. И этот хадис приводит имам абудаут. Но сам же абудаут назвал этот хадис слабым. И действительно, этот хадис какой слабый, недостоверный? Также приходит четвертое мнение в этом вопросе, которое передается от ханафитов. Ану ля емна амин аль-мурур, иль нафимахаль суджуд аль-мусалли хааса. То, что ты должен запрещать только на таком расстоянии, на котором находится своя голова во время саджда. То есть, дальше, чем это расстояние, ты уже не можешь запрещать проходить перед тобой. Иль-Та аль-мурур, на этом закончились слова Ибнурадева. Значит, в вопросе, сколько мнений получилось? Четыре мнения получилось. Первое, на расстоянии трех локтей. Второе, на таком расстоянии, если ты пройдешь, то твой намаз останется действительным. Третье, это на расстоянии кидания камня. И четвертое, на расстоянии таком, на котором лежит твоя голова во время, или находится твоя голова во время саджда. Не лежит, а что делает? Находится. Так или нет? Так. И более правильное мнение из этих мнений. Второе мнение. То, что это на таком расстоянии, ты должен запрещать, на котором, если ты пройдешь тонкое количество шагов, твой намаз останется действительным. Или первое мнение. Или первое мнение, что на расстоянии трех локтей. На расстоянии трех локтей. Понятно или нет? И второе мнение кажется более правильным. То, что на расстоянии таком, если ты пройдешь, то твой намаз останется действительным. Следующий вопрос. Продолжение следует...